Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И в сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на смартфон от компании Tecno. Это Tecno Spark 7. Смотрите, какая яркая, насыщенная упаковка. Интересно, смотрелись бы смартфоны в такой расцветке. Но, к сожалению, даже этого смартфона в такой расцветке нет. В каких цветах, я расскажу немного позже. Ну, а в целом, вы у меня на канале могли видеть смартфоны от компании Tecno ультрабюджетные. Они немного дороже, чем ультрабюджетные. Ну, а вот это вот уже класс еще немного выше. Бюджетный класс. И стоимость этого смартфона составляет порядка... Ладно, не буду говорить, потом посмотрите уже в этом видеоролике. Если подбираете себе бюджетный смартфон и рассматривали Tecno Spark 7 для покупки, этот видеоролик для вас должен быть интересным и полезным. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Смотрим более подробно на смартфон Tecno Spark 7. Смартфон поставляется в такой вот упаковке. Здесь же надпись бренда и модель Spark 7. И стоит обратить внимание на то, что здесь есть наклейка NFC. Этот смартфон с наличием NFC. И на это стоит обращать внимание, так как некоторые смартфоны, в зависимости от страны, в которой он поставляется, он может быть без NFC. Так что если вам этот параметр важен, то лучше обратить на него внимание. Ну и на тыльной стороне основные характеристики, точнее преимущества этого смартфона. 16-мегапиксельная двойная камера, батарея в 5000 мАч, 6,5 дюймов дисплей, фуск затвора по улыбке, а также Bluetooth, который может распространять музыку на несколько устройств. Теперь давайте посмотрим комплект поставки. В коробке вы найдете сам смартфон, пластиковый защитный чехол, инструкции и гарантийные талоны, зарядные устройства с мощностью 10 Вт, это 5 Вольт 2 Ампера, микро-USB кабель, наушники и на экране уже установлена защитная пленка. Это и весь комплект. А вот так вот смартфон смотрится в комплектном оригинальном защитном чехле. Повторюсь еще раз, это пластиковый чехол. Здесь на правой грани будет открытая область, где кнопки питания и регулировки громкости. Верхняя часть также будет открыта, и нижняя часть также будет полностью открыта. С одной стороны, хорошо, что есть такой чехол, с другой стороны, он не сильно удобный. Но зато есть защита камеры. Сам чехол немного возвышается над модулями камер. И если присмотреться на бортики чехла, они также немного возвышаются над дисплеем самого смартфона. А также можно не бояться и класть дисплеем вниз. Корпус и материалы. Смартфон полностью выполнен из пластика, и это матовый рифленый пластик. Это очень хороший вид пластика, так как он довольно-таки практичный. На нем не видны отпечатки пальцев, он более устойчив к внешним воздействиям. И на нем также не так легко и просто будут оставаться царапины. Значительно практичнее, нежели обычный глянцевый пластик. По особенностям корпуса, сканер отпечатка пальцев находится на задней поверхности. Модуль камер практически не выступает. Он минимально выступает над корпусом. И проблем с подбором чехла для защиты модуля камеры, я думаю, не будет. Цвета, которые доступны в продаже, это темно-серый. Это именно такой же, как у меня в руках. А также синий и зеленый. И по габаритам. Это однозначно не маленький и не компактный смартфон. Вот давайте сравним его с тем же Poco X3. Это огромный, большой смартфон. И по габаритам они практически идентичны. Но суть еще в том, что в Tecno дисплей немного меньше, нежели в Poco X3. А габариты практически идентичны. Как высота, так и ширина. И можно сказать, даже такая же толщина. Что однозначно не является плюсом этого смартфона. Порты и разъемы. На нижней грани расположен микрофон, микро-USB порт. И да, в 2021 году. И да, это не ультрабюджетный смартфон. Это бюджетный смартфон. И здесь не очень низкая стоимость у этого смартфона. И можно было уже устанавливать Type-C порт. И у многих его аналогов в этой ценовой категории, или даже у большинства смартфонов в этой ценовой категории, установлен уже Type-C порт. Это обратно минус. Немного далее расположен 3,5-мм джек для подключения проводных наушников. На правой грани расположена кнопка питания и качелька регулировки громкости. И здесь также минус, так как кнопка питания расположена очень низко, а качелька регулировки громкости расположена также низко. И по привычке, когда берешь смартфон в руку, нажимаешь кнопку регулировки громкости вниз. То есть палец как раз ложится туда, куда нужно ему по привычке, как это бывает в остальных смартфонах, когда все расположено правильно. Здесь как раз нажимаешь кнопку регулировки громкости вниз и постоянно путаешь кнопки. За несколько дней я так и не смог привыкнуть, потому что это неудобно, и нажимать нужно кнопку питания немного ниже, и в действительности приносит это все дискомфорт. На верхней грани ничего нет, это чистая, пустая грань. И на левой грани расположен сим-лоток, в который можно устанавливать одновременно и две сим-карты, и карту памяти microSD. То есть это полноценный сим-лоток. И здесь большой сюрприз, так как на лотке есть прорезиновая прокладка, вставка, чтобы пыль и влага не попадала внутрь смартфона. Хотя какой-либо пыль и влагозащиты здесь не заявлено, но и проверять, и экспериментировать я не советую. Дисплей. В смартфоне установлен IPS-дисплей с диагональю 6,5 дюймов, с разрешением HD+, и с частотой 60 Гц. То есть частота 60 Гц, и невысокое разрешение здесь оправдана, это бюджетный смартфон. А вот если перейти в настройки дисплея, то практически никаких настроек по цветопередаче, цветовой температуре здесь нет. Единственное, что здесь есть, адаптивная регулировка яркости. Это все, что здесь присутствует. Ну и режим защиты зрения, и темная тема. Но настроить цветовую температуру и цветопередачу вы здесь никак не сможете, если это вам, конечно же, нужно. А вот если говорить по яркости, то здесь очень маленький запас яркости. Обратите внимание, сейчас установлен максимальный уровень яркости. И на данный момент, да, это светлое помещение, но не сильно яркое освещение. И здесь максимальный уровень яркости нет даже какого-либо пересвета. Даже белый фон не засвечен, не пересвечивает на данный момент. И в целом скажу я так, что если использовать смартфон в обычном дневном помещении, всегда устанавливаешь порог яркости порядка 90, иногда даже до 100%. А если ты хочешь использовать смартфон на улице, в пасмурную погоду при максимальной яркости еще можно что-то рассмотреть. А вот если будет яркое солнце, тогда у вас ничего не получится. И здесь в действительности очень маленький запас яркости. И дисплей здесь получается бюджетный, и на нем очень сильно сэкономили. Первый минус – это невысокий порог яркости. Второй минус – это небольшие углы обзора. И при небольшом уже отклонении от прямого угла 90 градусов яркость подсветки значительно падает. И вот, к примеру, под таким вот углом уже некомфортно смотреть на дисплей этого смартфона. Хотя сейчас включен максимальный уровень яркости. Если отклонение влево или вправо, по горизонтали, по вертикали, все равно есть падение по яркости, и просматривать этот дисплей уже не совсем комфортно. Но, несомненно, плюс в этом пункте будет наличие индикатора пропущенных уведомлений. Так как на сейчас это редкость даже в бюджетных и в среднебюджетных смартфонах. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор компании MediaTek. Это Helio A25, хотя в большинстве приложений он пока определяется как Helio P22. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 12 нанометров этих процессов, в паре работа с графическим ускорителем PowerVR GE8320. И вариант по памяти 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной памяти. Если же говорить по поводу железа, производительности процессора, это довольно-таки слабопроизводительный бюджетный процессор. По поводу памяти здесь много рассказывать также не буду. Перед вами скриншот теста AndroBench. Это в очередной раз подтверждает, что здесь слабопроизводительное железо, и также нескоростная память стандарта EMMC 5.1. Ну и не забываем, что есть возможность расширить постоянную память с помощью карты памяти microSD. И раз уж мы заговорили о производительности и бенчмарках, то, к примеру, в Antutu 9 версии смартфон набирает 101 тысячу баллов, что очень и очень мало на сегодняшний день. И Geekbench 5 в сингл-кор набирает 131 балл, и в мультикор 727 баллов. Это также очень мало. Ну, бенчмарки это одно, а как работает смартфон в действительности, это совсем другое. Сейчас мы выгружаем из памяти все, что было загружено, и давайте посмотрим, как это будет работать на повседневных бытовых задачах, приложения, которыми вы чаще всего будете пользоваться. Ну, например, YouTube. Смотрите, довольно-таки быстро еще и запустился Instagram. Instagram довольно-таки быстро запускается. Twitter. Ну, Twitter довольно-таки долго уже. Причем прогружается долго. TikTok. Ну, относительно быстро. Настройки. Относительно быстро. Play Market. И давайте, ну давайте галерея. И камера. А теперь посмотрим 4 гигабайта оперативной памяти, будет ли достаточно, чтобы держать в памяти эти все нетяжелые приложения. Итак, ну, практически не перезагружается Twitter. А вот Twitter перезагрузился, полностью перезагрузился. 4 гигабайта, оказывается, Tecna маловато. TikTok также почему-то перезагрузил, перезапустил видео. Настройки остались в фоне. Play Market остался в фоне. У нас галерея осталась в фоне. Ну, камера будет перезапускаться. И давайте, знаете что, давайте еще раз повторно попробуем запустить YouTube. Не перезапустился Instagram. Не перезапустился и Twitter. Не перезапустился. Уже неплохо, но иногда приложения перезапускаются. Ну, а в целом, конечно же, еще раз повторюсь, слабопроизводительное железо. И с этим смартфоном работать можно в повседневных бытовых задачах. Интернет, соцсети, серфинг, звонки, смс, использование камеры, прослушивание музыки. Это все работает, но неспешно. Иногда приходится ждать. Иногда приходится ждать запуск, например, того же Twitter. Посмотрите на плавность прокрутки, например, ленты новостей в Twitter. Приходится довольно-таки немало ждать. Иногда это составляет и 3, и 5 секунд запуск, например, того же Twitter или того же Instagram. Хотя не всегда так долго и не всегда так неплавно этот смартфон работает. Ну, это все было по поводу бытовых задач. Я, конечно же, установил еще и игры. И да, на этом смартфоне еще можно поиграть. И устанавливал такие тяжелые игрушки. World of Tanks, PUBG Mobile, Need for Speed No Limits. И, к примеру, в World of Tanks можно поиграть на низких настройках графики. Не на самых низких, а на низких настройках графики. При этом смартфон будет выдавать 40-50 FPS, что вполне играбельно. PUBG Mobile точно так же на низких настройках графики получается поиграть в полноценную версию. Не лайт-версию еще довольно-таки неплохо. Need for Speed No Limits также работают. Ну, а игры по типу Brawl Stars, Hill Climb Racing, Subway Surf работают отлично, без проблем. Ну и ради интереса я запустил CPU Throttling Test для того, чтобы посмотреть, какой троттлинг в этого смартфона. И после 30 минут полной нагрузки, обратите внимание, ну, относительно ровный график, небольшие провалы по производительности и по троттлингу. И троттлинг составляет только 12%, что довольно-таки неплохо. Но если говорить по поводу нагрева, после длительных игр смартфон практически не нагревается. Температура составляла всего-навсего 36-37 градусов, что немного. Программное обеспечение и Android. Смартфон работает на 11-й версии Android и графической оболочке HiOS 75.0. После включения смартфона и первого дня использования пришло большое обновление, обновление системы. Что исправили, что улучшили, неизвестно. Примерно так же работал смартфон до обновления, так и после. А вот к программному обеспечению и работе системы у меня есть большие вопросы. Изначально после включения смартфона в нем очень много мусора. Сторонних приложений, ненужных приложений. Много рекомендаций постоянно выпадает. Много рекламных уведомлений. Опускаю шторку, день, раз пять приходят какие-либо странные уведомления. Хотя смартфон я только включил и только начал пользоваться. Я еще не успел его настроить. Множество приложений, конечно же, можно удалить. Но посмотрите, есть стандартные приложения от того же Tecno. Очень много. Есть стандартные инструменты от того же Tecno. Их также очень много. Если мы открываем главное меню, где отсортированы все приложения. Здесь опять-таки висят множество рекомендаций, которые навязчиво хотят вам сказать. Скачай меня, установи меня, скачай что-то еще, посмотри где-то рекламу. И реклама здесь очень много. Это было еще в более старых моделях. Я это все показывал, рассказывал. И есть и в этом смартфоне множество рекламы, рекламных приложений. Множество уведомлений, от которых у меня полностью избавиться не получилось. Но большинство все-таки удалить можно и убрать все уведомления также можно. Если вы на этом моменте вспомнили MIUI, то MIUI это, честно говоря, еще цветочки. И там можно его настроить, убрать и удалить. Тогда рекламы там не будет. А здесь, ну здесь намного все хуже. И вот несколько скриншотов с навязчивой рекламой. К примеру, сейчас, обратите внимание, в поиске сразу же множество разной рекламы. Множество интересных запросов, популярных запросов. Зачем? Непонятно. Дальше открываем меню приложений. И как я и показывал, множество игр и приложений, которые хотите, устанавливайте, хотите, нет. Но зачем они здесь? Зачем они отбирают дополнительно место? Вот такого вот плана уведомления приходят от браузера. И это не однократный и не единичный случай. И я нигде ничего не включал и не подписывал. Это только я смартфон включил и начал настраивать. А здесь уже множество разных уведомлений, приложений, сторонних приложений, которые мне однозначно не нужны и не интересны. Сеть и связь. Смартфон поддерживает все самораспространенные 3G, 4G, LTE частоты. Wi-Fi здесь двух диапазон и поддерживается частота как 2,4, так и 5 ГГц. И это удивительно. Я не ожидал увидеть такой вот сюрприз. Bluetooth здесь пятой версии. GPS, GLONASS, Baidu есть и поддерживается. Местоположение определяет довольно-таки быстро и достаточно точно. Расстояние указывается 1-2 метра. Ну и NFC здесь есть. И бесконтактная оплата с помощью Google Pay и GPay есть и будет работать. Но также стоит обратить внимание, что в зависимости от версии смартфона и в какой стране он поставляется и продается, будет также наличие или отсутствие NFC модуля. Поэтому лучше перед покупкой это уточнить у продавца или посмотреть, проверить это в магазине. Камера. В смартфоне установлено 2 модуля камеры. Но если посмотреть, такое впечатление, как будто бы здесь 3 модуля камеры. Но третий модуль это обманка, это дизайнерское решение от Tecno. В итоге 2 модуля камеры. Основной на 16 Мп и 2 Мп портретный модуль. По возможностям камеры. Здесь есть HDR, который работает в автоматическом режиме. Есть портретный режим. И есть ночной режим. Правда работа ночного режима не поддается каким-либо объяснениям. Либо же я не понял, как он работает достоверно. Но работает ночной режим только в автоматическом режиме. В ручном режиме его включить нет возможности. И ночной режим включается только тогда, когда на улице или в помещении очень сильно темно. Практически нет никакого освещения. Соответственно тогда ночной режим уже, можно сказать, даже в полуфлагманских, субфлагманских смартфонов точно не спасет. Не говоря уже о бюджетных смартфонах и ультрабюджетных смартфонах. Ну и то, как работает еще ночной режим, я, честно говоря, разницы практически не заметил между стандартным и ночным режимом. Так как смартфон, во-первых, снимки практически не отличаются от обычного и ночного режима. А во-вторых, фотографии в ночном режиме сохраняются точно так же быстро, как и в обычном стандартном режиме. Если вы хоть раз сделали фотографии в ночном режиме, вы прекрасно знаете, что такие фотографии сохраняются 1, 2, 3, а иногда и 4 секунды. Даже в более производительных и дорогих смартфонах. Здесь же 1 секунда и фотография как в ночном режиме, так и без ночного режима сохраняется очень хорошо и быстро. Ну а по поводу фронтальной камеры, разрешение здесь 8 мегапикселей, из дополнительных режимов есть HDR, есть портретный режим. Также можно записывать видео в разрешении также Full HD, но без стабилизации. Пример записи видео на смартфон TechnoSpark 7. Оценивайте качество записи видео, качество картинки, стабилизации, как я вижу, здесь нет. И это разрешение Full HD 30 FPS. Больше разрешения или количество кадров недоступно, но также можете оценить и качество записи аудио. На улице дождь, рядом оживленная трасса и дорога. Пример записи видео на фронтальную камеру TechnoSpark 7. Разрешение Full HD 30 FPS. Оценивайте качество видео, стабилизации здесь также нет. И угол относительно широкий, ну и можете оценить также качество записи звука. На улице сейчас дождь небольшой и рядом оживленная дорога. Запуск камеры и посмотрим на интерфейс. Запускается камера в режиме AI Cam. То есть интеллектуальный режим, автоматический подбор сцены всего. Можно сделать вот так вот, посмотреть все режимы, которые здесь есть. Для съемки это и портретный режим, и режим красота. Когда ваше лицо подтягивают, делают более худым, делают более гладкую кожу. То есть вы будете красивым. Не зря это красота. Панорама, документы, замедление, ускорение. Все здесь присутствует. HDR, который работает также в автоматическом режиме, как я и говорил. Есть вспышка здесь, довольно-таки мощная вспышка. Ну и также есть некоторые фильтры. Все, что возможно по этой камере. И вот это вот основные настройки по камере. Ну и в режиме видео разрешение 1080p максимальное. Есть 720p, 480p, если это вам интересно. А также есть портретный режим. Режим в боке на видео. Работает это так себе, не очень. И работает это только в 720p, 30 fps. Звук. И здесь хотелось бы напомнить то, что в этом смартфоне только один динамик. Который работает и для разговоров, и для воспроизведения звука и мультимедиа. Смотрите, на нижней грани здесь нет выхода под динамик мультимедийный. На задней крышке также нет выхода под мультимедийный динамик. И роль мультимедийного и разговорного динамика выполняет как раз один динамик, который является разговорным. Теперь давайте послушаем качество звука этого динамика. Максимальная громкость. Микрофон камеры на расстоянии 15 см от смартфона. Максимальная громкость. Не знаю, как хорошо это было слышно на микрофон камеры, но по своим ощущениям, скажу, решение так себе не очень хорошее. Во-первых, громкость невысокая. Во-вторых, качество не супер. Здесь в основном только высокие частоты. Не хватает низких частот, катастрофически не хватает низких частот и практически нет средних частот. Но и в целом прослушать какую-либо речь, конечно же, возможно. Но для большего, для просмотра фильмов или каких-либо видеороликов или музыки не очень сильно подходит этот смартфон. Ну, а также хочу напомнить, что вы можете подключать к этому смартфону ваши старые проводные наушники. Здесь есть 3,5 мм разъем. Так что пользуйтесь для прослушивания музыки. Автономность. В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч. И это один из немногих параметров, по которым смартфон себя проявил довольно-таки неплохо. При емкости в 5000 мАч смартфон легко сможет продержаться полтора дня, а может быть и два дня активного использования. Так вот, на сейчас, посмотрите на реальном живом примере, 29% заряда. При этом, давайте посмотрим, сколько экран использовался. Экран здесь использовался 8 часов. Это очень хороший показатель, так как здесь использовался смешанный режим. Это соцсети, YouTube, Instagram, TikTok, это использование камеры и немного игр. PUBG Mobile и Genshin Impact, то есть я включал, пробовал загружать, она нормально, можно сказать, не запустилась. Возможно, это особенности моего смартфона, но в целом Genshin Impact на этом смартфоне вы не поиграете нормально. Если у вас есть ваши варианты, пишите в комментариях под этим видеороликом. В целом, по автономности, это довольно-таки неплохой результат и можно рассчитывать от 7 до 12 часов работы дисплея или же 1-1,5 дня, иногда даже 2 активного использования. Если говорить по поводу зарядки, в комплекте блок зарядного устройства с мощностью 10 Вт. Это не быстрая зарядка, 5 Вольт, 2 Ампера и с 0 до 100% смартфон заряжается практически за 3,5 часа. Это довольно-таки долго и, наверное, оптимальным вариантом будет установка на зарядку этого смартфона на ночь. Безопасность и способы разблокировки. Смартфон можно разблокировать с помощью сканера. Отпечатка пальцев находится на задней поверхности. Давайте посмотрим, как он работает. Прикладываем палец, смартфон разблокировался. Прикладываем палец, смартфон разблокировался. Прикладываем палец, смартфон разблокировался. Главное, попадать туда, куда нужно, вот сейчас не попал. Когда попадаешь, всегда хорошо. Лучше всего использовать с защитным чехлом, тогда ощущается сканер отпечатка пальцев значительно лучше. Теперь давайте проверим, как работает разблокировка по лицу. По лицу смартфон разблокируется также довольно-таки неплохо. Вот смотрите, относительно быстро. Еще раз пробуждаем, смартфон разблокирован. Еще раз пробуждаем, смартфон разблокирован. Ну и давайте еще раз разблокирован. Разблокировка по лицу и по сканеру отпечатка пальцев работает хорошо и быстро. Немаловажным параметром при выборе любого из смартфонов будет его цена. На сейчас, на начало ноября 2021 года смартфон версии по памяти 4.64 стоит порядка 150 долларов. И как по мне, это довольно-таки высокая стоимость для этого смартфона. Если посмотреть его аналогов, то можно увидеть Redmi 9. Если это будет версия на 32 гигабайта, то он будет дешевле, чем этот смартфон. Если это будет версия на 64, то он будет немного дороже, чем этот смартфон. А также в конкурентах у этого смартфона есть и Poco M3, и Redmi Note 9, и Redmi Note 8 2021 года. Если доплатить скромных 18 долларов, можно получить вот эти вот смартфоны. В итоге есть много хороших аналогов и конкурентов этому смартфону, которые либо дешевле, при примерно таких же параметрах, либо немного дороже, но будут лучше практически по всем параметрам. Ну и выводы. Что хочется сказать по выводам? А то, что это немного странный смартфон, так как за эту стоимость есть много других смартфонов и конкурентов. То есть вы можете взять за эту же стоимость смартфоны, которые будут лучше по множеству параметров. А если доплатите небольшую стоимость, порядка 15-18 долларов, то по всем параметрам будет значительно лучше смартфон, нежели этот. И что из плюсов стоит выделить по этому смартфону? Первое, это конечно же объем памяти 4,64 гигабайта, так как за эту стоимость есть некоторые вопросы, и не все адекватные бренды могут предоставить такую возможность по выбору памяти. Ну и второе, это автономность. Автономность здесь довольно-таки на высоком уровне. Если вы являетесь владельцем этого смартфона, напишите ваши ощущения и ваш опыт использования в комментарии под этим видеороликом. А по данному видео у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен, в особенности тем, кто выбирает себе вот такой вот смартфон или любой другой аналогичный недорогой смартфон. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.